Как вы относитесь к политкорректности? Не кажется ли вам, что в последнее время политическая обстановка в мире так сильно накалилась, что стоит быть немного осторожнее с высказанными? А книга такая вот, сразу с напором. Русские идут! А что они, паралитики что ли? Я не скажу ничего особо нового, если выскажу ту простую мысль, что политкорректность сама по себе в принципе хорошая. Возлюби ближнего своего, черного или белого, мужчину или, извините, женщину, больного или здорового, с двумя ногами, с одной ногой, с любым количеством ног. То есть ты ничем не лучше его, просто вот он таким родился. Это хорошая идея, это правильная идея. И как бы отрицание, отторжение, неприязнь к не такому, как ты, это неправильно, это не по-человечески, да. Но, понимаете, наше время, это время веревочек. А те люди, которые крутят нашим миром, я имею в виду не пресловутых жидомасонов, просто масонов, просто жидов, ну не знаю, в интернете чего не наслушаешься. Я имею право, я фольклорный элемент, у меня есть документы, так что мне можно. На самом деле, те люди, те кланы, те секторы, которые бравят миром, любую полезную идею неизвежно перехватывают и превращают в очередную веревочку, вяжущую инициативу общества, вяжущую инициативу человека по рукам и ногам. И в результате наступает момент, когда политкорректность, но, откровенно говоря, элементарная человечность, элементарная человеческая вежливость превращается в свою противоположность. Когда нельзя элементарно говорить правду. Когда, допустим, нельзя сказать, ну просто нельзя сказать, что в гайд-парке что-то многовато женщины в парадже. Я это видел. Нет, я ничего не имею против пешабара. Но это не только женщины, это здоровенные мужчины с поясами шахидов под хиджабом. Ну и так далее. Нельзя сказать, условно говоря, что, допустим, гей-культуру раскручивают вовсе не те натуральные геи, которые прячутся, просто прячутся со своими проблемами. Живут себе, как обычные люди, нормальные люди. А люди, которые заинтересованы в том, чтобы атомизировать общество. Потому что, разбив семью, выключив понятие «мама-папа-ребенок», уже легче атомизированным человеком. Сами они, упасим, уже не принадлежат к меньшинству. Но они кормятся на этом. И так далее, и тому подобное. Поэтому я очень плохо отношусь к политкарактерности в ее сегодняшнем дите. Вместе с тем, не будучи японцем, папа русский, мама еврейка, я не являюсь комикадзе. И я стараюсь как-то, все-таки, когда я что-то пишу, ну вы же знаете, кто читает мой блог, знаете, как я умею заполировать фразы. Когда я иногда вообще сам не понимаю, что делаю. А если перечитываю третий-четвертый раз, тогда уже понимаю, ой, думаю, что ты сказал. И вольностью наполняется сердце моим. Спасибо. Вы взялись за самую болезненную на сегодняшний день тему, обеспечив свой адрес, шквал приветствия и недовольствия. Не страшно писать о войне на Украине? Ну, скажем, на самом деле не совсем тут придется сказать, да, откуда вообще выросла идея этого цикла. На самом же деле, ни для кого не секрет, опять же, что много лет, практически, наверное, с тех пор, как ушел исполить, нет, чуть позже, практически с тех пор, как нынешний президент России начал зачищать ельцинские, как бы, литостазы во власти. Не все зачистил, безусловно, но начал зачищать тех, кто держал его непосредственно под контролем. И отношение к России, которую любили, ласкали и как бы лелеяли, начало несколько смещаться. Вдруг начались вбросы, типа, вот Россия плохая, Россия империя зла, Россия всех мучила, угнетала, терзала, давила, грабила и вообще. И вот в ходе, я вообще попал в интернет где-то осенью 2006 года, и меня поразило, как, значит, бывшие братские республики, блогеры из бывших братских республик, национально осознанные, как по методичке, хотя почему как, рассказывали, рассказывали про Россию, империю зла, которая всех кушает. Ну, кушает. Я все-таки историк, я, видимо, неплохой историк, потому что диалектику я учил не по гегелю, а по художественным книжкам. И я пришел к историкам науки, переначитавши с детства очень много художественных книжек. Да, там врут, там придумывают, но художественные книги помогали мне видеть людей, которые жили когда-то, живыми, да? И мне было интересно, а как же там на самом деле, допустим, было с Ганнибалом, из слонов Ганнибала, Александра Иосифовича, Немировского и так далее. И все началось с бесед в НЭТе. Мне рассказывали, что вот Россия захватила тот, что Россия захватила тот, унизила такой-то народ, уничтожила такой-то народ. Я спорил, и по ходу дела возник запасел, написать ад, о том, как же все-таки росла Россия, как она становилась большой, какие были у нее отношения с народами, и обязательно про эти народы. Ведь сами посудите. А что мы с вами знаем, допустим? Нет, то есть я уже знаю. И вот те, кто уже про чем, допустим, русские идут, в первом варианте идем на восток, тоже знают. Но большинство, вот поймай на улице человека и спроси, что ты знаешь про народ Юкагиры? Вот, допустим, про Чукчей уже, слава богу, знают что-то, что были воины белого безмолвия, сильные с самурайской психологией. Что знаете про Юкагиров? Народишко-то, по той тундре ездит на оленях. Сейчас их около тысячи, а в эпоху расцвета было пять тысяч и не больше. А они, извините меня, ставили на уши всю тундру от Камчатки до... до Лены. Там, где раздавался боевой свист Юкагиров, голых по пояс на морозе, там разбегалось все. Но потом, понятно, пришли Чукчей и Оспа. Ну, тут уж. И вот в результате появился цикл Квик. Кое-что уже изданы, первые две как бы изданы. Спасибо за это. Издательству Яуза в первую очередь. Во вторую очередь, как бы, издательству Алгоритм, которая подхватывает инициативу, издает уже, скажем так, сетевые варианты. Но в первую очередь, конечно, Яузе. Вот появилось... Вот у вас в руках две первые книгицы. «Гопак на крови» в девичестве Гопакеада и «Русские идут» в девичестве «Идем на восток». Первая книга посвящена истории Украины. Рассказываю о том, что такое вообще Украина, как развивалась украинская идея. Взаимоотношения этих двух частей единой России, потому что хоть и режьте меня, а убежден я, что Украина и Россия – это Русь единая, просто расколотая как бы по политическим причинам. И принцип этих книг такой. Обычно ведь как? Когда человек пишет историю чего-то, у него может стоять, он ставит перед собой некоторую, какую-то определенную задачу. Первая задача – отлакировать, присыпать сахарной пудрой, сделать картинку, сделать иконку, сделать ми-ми-ми, няша. Второй вариант. Человек имеет, ставит перед собой задачу, что-то вымазать грязью. Надолго, на века вперед. Как вымазали грязью память, допустим, Бориса Годунова, по заказу Романовых, естественно. Или Ричарда Третьего, Йоркского. Кстати, сегодня день его рождения. И в принципе, давайте я на секунду прерву себя в памяти об этом очень хорошем человеке, который оболгали, оболгали по-черному, чтобы возвысить Тюдоров. А роза где? А белая роза, Верочка, Камша обещала принести. Проехал. То есть, обмазать грязюкой. Третье. Сделать вид, что ты чего-то открыл. Для этого достаточно взять общепринятую версию, перевернуть ее с ног на голову, заявить, что «А все было совсем не так, и вот я первооткрыватель», далее подгонять доказательства. Я решил пойти другим путем, или четвертым. Я решил просто написать правду. А правду писать очень тяжело. Потому что, правда, она же как бы для каждого, она как бы своя. Я оказался перед выбором, а что же сделать, чтобы никто не мог сказать мне, что вот ты подтасовываешь. А все оказалось очень просто. Я просто взял, вот в книгах нету вот этого вот ссылочного материала. Я не стал писать, какие книги я изучил, что там. Я из самых элементарных, легко проверяемых источников начал брать просто факты. Факты, оспорить, которые невозможно. И излагая эти факты в хронологической последовательности, не отдавая никому предпочтения и не отдавая и никого не топча, я просто предлагаю читателям, ну вот как я смотрел, смотреть на все просто с точки зрения логики, элементарной человеческой логики. И вот удалось ли мне это? Я могу сказать вот такой критерий. Вы же знаете, что украёпнутые патриоты, а также и грузины, двинутые патриоты и прочее, они как бы на любую, что ни по них, делают стойку. Уж как меня не оплёвывали, менее толстокожие, ну вы же видели все эти беседы, их проверить можно. То есть, я не знаю, я, наверное, только старушку ещё не убил в их понимании, но никто не сумел оспорить ни один из приводимых мною фактов. Выше награды не бывает, по-моему. Итак, значит, как говорит, где-то бегающий здесь, задавившийся, Павел Михайлович Быстров, мой редактор, директор издательства Яуза, следующей книгой будет, не знаю, как он её назовёт, я называл её, первое условное название, видите, в разных шкурах, полное, начиная с возникновения, правдивое, история Грузии и её отношений с Россией. Потом идём на Запад, как Россия шла в Европу, и общий вывод, смотрите, я, когда это писал, я старался не думать, я, оно, каждые руки сами, как бы писали, я там что-то, потом я прочитал и удивился. Получается ведь что? Россия, она, в общем, такая же страна, как и все другие. Она не хуже других, их, её политика была не лучше, но, но, но всё-таки во всех кризисных точках, если сравнить, таки лучше, чем любая страна Запада, потому что, так или иначе, продвигаясь на восток и на юг, и теперь я в этом убеждён окончательно, практически со всеми народами конфликты были на уровне, типа, типа, теперь не ты этот ларёк крышуешь, местные, как бы, бригадиры, ну, назовём их князья, ханы, пеки, бурзы, неважно, местные бригадиры понимали, что пришёл хозяин, который не позволит больше грызть друг другу лодки, но будет брать ясак. Те, кто понимал сразу, у тех же земля наливалось лёдом, те, кто понимал не сразу, его сметали русские стрельцы вместе с народным, с населением, собственно, податным, потому что Россия элементарно брала ясак гораздо ниже, чем были поборы местных лесков. То есть, когда нам в школах, ну, людям моего поколения, рассказывали о добровольном присоединении кого-то к России, это не было неправдой. Оно действительно так и есть. И самое смешное, что вот, допустим, лютые, жестокие, тяжёлые, далеко не всегда удачные для России башкирские войны велись ведь за что? Башкиры? Вот огромное спасибо, кстати, не сумел приехать Азат Таирович Бердин, один из самых крупных историков Башкортостана. Но вот я очень, я всегда посылал, знаете, с участием, посылал на редакцию самым, самым национально настроенным исследователем. Говорил, что тебя тут обижает? И они говорили, вот это плохо, это плохо, мы с ними обсуждали. То есть, я искал действительно чего-то максимально похожего на хотя бы какой-то намёк на истину. Так вот, башкирские войны в сущности велись потому, что башкиры хотели прекратить быть народом, каковым были в понимании Москвы, а стать российским сословием. И за это почти полтора века лилась большая кровь. А потом Москва сказала, ребята, вы не хотите быть народом? Я, сказали башкиры. Хотите быть сословием? Ага, сказали башкиры. Будьте, сказала Москва. Здравствуйте. Давайте покажем и с этого момента башкирские войны прекратились. Но где ещё такое может быть? Ну вот примерно как бы так. Спасибо. Вопросы? Я так понимаю, что эти книги были созданы на основе ваших регбезов исторических, которые вы писали, да? А оставшаяся часть, которая не вошла в эти книги, это будет изданно, скажем? Смотрите. Про другие части света, не про Россию имеется? Про другие части света, смотрите. Микрофон, пожалуйста. Да. Смотрите, я так думаю, следующее, когда закончится это, а оно закончится, вот, ну, после этого. Вот это вот, кстати, не входит в регбезы. Это бывает. Вот. Это просто кто-то решил, что я умный. Ну, спасибо. Вот. Значит, на самом деле, после книги про Грузию выйдет, насколько я понимаю, несколько выбивающаяся книга про Ивана Грозного и других спорные фигуры российской истории, потом выйдет, часть вторая вот этой вот диалогии русские идут, но уже на запад, потом, скорее всего, о темных пятнах американской истории. Но кое-что уже известно, многое неизвестно. Оно как бы все работает, да. Потом я хочу про Анфрику книжку сделать, но я не могу, чего знаем. У меня про Эфиопию про Анголу средневековую есть. Но это уже потом. Спасибо. Вот еще, пожалуйста, вопрос, да, молодой человек? Китаев Александр в живом журнале Архивариус в 1913. Да, спасибо вам за ваши публикации. У меня такой вопрос. То есть, получается, что разделение, первый вопрос, да, разделение вот этого восточнославянских народностей, то есть на русских, украинцев, белорусов и русин полностью выдумано, да? Второй, как правильно называется восточно-романский народ? Румыны или молдаване? И третий, вот это, мне говорили в Рудуен, мне три вещи, вот насколько это подтверждается, что существует каталано-окситанский и португало-галисийский реинтеграционизм в противовес испанцам, там, французам, подтверждаете? Так, давайте поподелем. Спасибо. Мы все поражены. И с вашего позволения я начну с последнего вопроса, который запомнил лучше всех. Значит так, то, что галисийцы и португалы это предельно близкие народы, это однозначно. То, что тенденции к объединению Галисии с Португалией не было никогда, тоже однозначно. Почему? Дело в том, что Гальего, жители Галисии, никогда не имевшие, ну не считая трех лет в конце десятого века, никогда не имевшие своей независимости, считают португальцев, традиционно имеющие свою независимость, вторым сортом. Присоединяться к Португалии, где живет с точки зрения истинного Гальего, нечто серьезное, какая-то такая переводня, им неинтересно. То есть Гальего как бы Гальего спокойная, Галисия спокойный регион Испании, поскольку все, чего они только могут хотеть, они добились чего-то такого, чем кормиться хотелось бы отдельно от Мадрида у них нет, и они живут вполне довольны, я бы не сказал, что там есть интеграционистские процессы. Румыны, молдаване. Ну, смотрите, ситуация такая, а вообще румыны и молдаване все это вместе, это плод сложнейшего переплетения народов, сложнейшего этногенеза. На тракийский костяк, на эллирах, тракийский костяк, легли славяне, чуть больше в той исторической части Румынии, что называется Молдова, чуть меньше этих самых Мунтэний, Алтэния, Валахии, то есть, ну, смотрите, как бы, во всяком случае, то, что мы называем Молдова, молдаване, это суббитность сформировавшейся на базе сохраненной кириллицы. То есть, когда, понимаете, ведь веками вот эти вот два княжества пользовались славянским албомитом, кириллицей, и только получив независимость от матери Турции в 19 веке, они срочно развернулись на Запад и начали становиться как французы. Да. В результате, как бы, сегодняшняя республика Молдова, теоретически, это малюсенький, малюсенький, малюсенький кусочек той старой Румынии, Молдовы, которая была когда-то. Как народы, в принципе, не очень близки, это понятно. С лицей мы ничего не стоим, идти лицей ничего не стоим. Народ, в общем-то, скорее один, какие-то нюансы есть. Что касается восточных славян, значит, смотрите, мне очень не по нраву, хотя я понимаю, почему это произошло, что ушел из оборота красивый, полезный, нужный термин великороссы. Почему? Потому что ведь мы в свое время с Анатолием Александровичем еще в те времена далекие, еще почти были и этим занимались. Потом я очень надеюсь, что Анатолий Александрович скажет пару слов или прямо сейчас скажет. Мы тоже очень надеемся. Вот. Значит, смотрите, есть некий восточно-славянский массив, разделенный на массу субэкносов. Вот есть человек, допустим, потомственный архангел благородец. Он помор. Вложи определенные деньги, найди какого-нибудь, извините, терминобока и что-то сделать из субэкноса этнос, при условии, что этим занимаются и этого не противоречат очень легко из любого. Вот точно так же вот в этой вот книге показано, как насильно, буквально, в полном смысле слова, насильно делали украинцев. Если кто-то помнит, у меня была статья, которую я очень люблю, мои болгарские друзья и любят, зовите меня в кресте. Как просто из амбициозного пацана, который говорил по-болгарски со своим деревенским акцентом, раскрутили идеолога и родоначальника македонской идеи. Просто для того, чтобы на территории Балкан не было большой Болгарии. Потому что большая Болгария, кстати, большая Россия, это кошмар европейского концерта. Это отдельно. То есть я абсолютно убежден, что этнопанетоник русский безусловно подразумевает и великоруссов, и малоруссов, но я говорю и белорусов. Дальше идут внутренние разделения, которые подчас использовали во зло. По политическим причинам, как правило. И играя на местечковых амбициях тех, кто не мог состояться в центре. Грубо говоря, если человек по фамилии Паскевич имеет потенциал стать фельдмаршалом и князем империи, он не станет натягивать на себя шаровары. Если человек по фамилии ну, допустим, пусть Церетели имеет шанс стать великим скульптором, ну, насколько великим, тем не менее прославленным скульптором в Москве, он не станет строить свои фигуры в Тбилиси. Просто потому, что любому таланту, любому человеку с потенциалом нужен простор. Но если, допустим, Илья Чевчевадзе при всем моем теплом отношении к нему, человек амбициозный, мечтающий стать, как он писал в письмах, когда-нибудь я стану губернатором Пскова, вдруг понимает, что высший начальник отдела ему ну, просто по таланту не светит. Грузинь-то не ограничивали в империи продвигаясь. Он плюет на все, пишет обиженное письмо, идите вы все, нафиг, возвращается в Тбилиси и создает общество борьбы за, как бы, независимость Грузии, в которой, понятно, он станет аж министром, а то и премьера. То есть, любой такого рода национализм внутренний, две составные заинтересованности зле и амбициозность как бы псевдо-харизматов второго сорта. Значит, получается, что марксистские определения, то есть, сталинское определение языка, это химера уже вот и неактуальна. Смотрите, скажем так, во-первых, Иосиф Виссарионович прав во всем, во-вторых, Иосиф Виссарионович прав во всем, кто же, если он не прав, но, в-третьих, поскольку, как известно, времена и жовы кончились, а Лаврентий Павлович как бы гораздо мягче, я могу сказать, что жизнь не стоит на месте. Сейчас многое изменилось, сейчас появились другие химеры, конечно, русский язык, любой язык, он объединяющий, и на любом языке можно играть, но сейчас все не так жестко, как тогда. Вообще, я не сторонник в социальных науках, в социальных подвижках, я не сторонник четких формулировок. Сталин писал в те времена, когда надо было вбивать в головы людям, еще не очень образованным, некоторые когда нюансы, чтобы понимать нюансы, надо было прочесть и проработать карандашом в руках столько книг, сколько проработал он. Сейчас, время сейчас предполагает понимание нюансов, об этом мы тоже недавно говорили, даже была передача Лавна Толио Александровича на эту тему. Примерно так. Можно я добавлю? Спасибо, да. Раз уж зашла речь о том, правле Иосифа Леоновича, очень кратко добавлю, он в своих трудах по национальному вопросу рассматривал в основном естественные процессы, происходящие вне принудительной агитации за то или иное самоопределение, разделение или слияние. Писал он в те времена, когда технологии психологической хирургии вроде того, как на восточном склоне Карпат из русских изготавливали антирусских, эти технологии еще только-только зарождались и отрабатывали. Собственно, как раз восточный склон Карпат и оказался полигоном для их отработки. нечто вроде вневария при клинике. И соответственно он тогда просто не мог рассмотреть какие результаты по национальному вопросу можно получить искусственным путем. Все, что он писал, это рассмотрение процессов шедших без активного внешнего принуждения. Спасибо большое. еще, да, пожалуйста, вопрос. В Новороссии что? Возродиться и в России быть? В Новороссии быть. Вы перестали писать Новороссии быть? Подписываться. А я никогда не писал. Ну я пару раз написал, но это Дмитрий. Он сейчас где-то уже или здесь или сейчас придет, вы у него и спросите. Смотрите, Новороссии безусловно быть. Но безусловно же я вам так скажу, не такой, какой ее о которой мечтают. Не будет волшебной страны кокейн, где всем будет хорошо, не будет олигархов. Будет на Украине запущены тяжелые процессы, которые в конечном итоге безусловно приведут к ее раздроблению. эта страна, бывшая Украина пройдет через кровь, через голод. Истерически хочется, чтобы все было поскорее, поскорее не будет. И решается сейчас, собственно, всем понятно, что вопрос Украины просто никого не интересует. Вопрос стоит о том, что когда ползет, я совершенно не экономист, мне умные люди рассказывают, может быть, Анатолий Александрович потом пояснит. Но даже мне, когда мне объясняют, понятно, что вот некая финансовая пирамида, которая строилась порядка 70 лет, это не я такой умный, я просто повторяю то, что мне объясняют на пальцах, поползла, что сейчас штаты идут близки к тому, чтобы пойти ва-банк и на вот этого вот вундеркинда Абаму сваливают самую грязную работу с задачей к 16-му году, когда он перестанет быть президентом, чтобы был подготовлен плацдарм, с которого можно уже начинать как от достигнутого. Штаты борются за свою жизнь, соответственно, за свою жизнь должны бороться и те страны, которых он хочет съесть, просто потому это неплохо и нехорошо. Люди, американцы, с которыми я говорил, я писал об этом, они честно говорят, мы должны сделать все и мы сделаем все, чтобы 21-й век был веком наших детей и внуков, так как конец 20-го был наш плацдарм. Это понятно. Раковая опухоль думает о своих маленьких клетках. Весь вопрос в том, насколько быстро те, кто еще может сопротивляться, Россия, Китай, другие страны, сообразят, что альтернативы практически нет. Мир изменился. пришло время, когда идет борьба за жизнь с планетарным монстром, который опять же со своей монстриной точки зверя он симпатичный. Он готов интегрировать в себя полезные ему клетки, переработать их и поставить себе когда ночь чужих он будет жрать. И только поэтому я абсолютно уверен, что Новороссии быть, потому что сама идея Новороссии это дот на пути этого монстра. Ну и кроме того, смотрите, колесо истории ведь как крутится. Мне бы не хотелось называть какие-то имена, но если вы видите сейчас, раз за разом проваливаются попытки разных людей, умных людей, технологов, считавших, что Бога за бороду поймали, искушенных в разных интригах проваливаются попытки договариваться. Вот 20 лет они не проваливались, всегда можно было договориться, чем-то пожертвовать, то все уступочки кончилось. Проснулись уже некие социальные силы в лице вот этого человека с ружьем. И позавчерашний львовский метельщик или киевский бомж, имеющий автомат, благодаря автомату отжатый у лоха Рендронер и ставший крышей над несколькими другими лохами, автомат не отдаст. Наоборот, он задаст себе вопрос, а почему это вот этому придурку? Я постоянно забываю фамилию этого товарища типа президента Украины, потому что меня не да, Все еще как интересно. Я сегодня просто телевизор не смотрел, варианты бывают. Так вот, все попытки замириться, ведь смотрите, идет, ах, допустим, Путин слил, Путин слил, Кремль договорился с Порошенко, и тут же отчетом происходит. ломаются схемы, схемы ломаются, невозможно уже договориться. А может октябрьская революция не произойдет? Нет, октябрьская революция не произойдет, нет, произойдет резня, резня между бандюрами. Но октябрьская революция все-таки она вселяла надежду. А при всех издержках была мечта, была надежда и целое поколение в принципе умирало во имя этой надежды за эту мечту, а потом второе поколение, а потом третье поколение расшибло за проблему 1980, когда вместо коммунизма достала Олимпиада, и как бы четвертое поколение уже выбрало пепси. Ну, просто потому, что умерли дедушки сталинской школы, а пришедший на смену организм уже выбрал совсем другое. А что нужно признать, что без дедуши к сталинской школе мы не можем ничего создать светлого в этом мире? Не можем, но вопрос, что такое светлое? Вот то самое светлое, о котором человек спрашивает, о котором мозговой говорит, то самое светлое, что вы увидите души, все боятся этого показать. А я я вам скажу так, обратите внимание, я обещал, что на все вопросы. Смотрите, любое, любая история знает кучу, гору примеров идеологических государств. очень часто они стояли на самой-самой-самой-самой гуманной идеальной идеологии, обещая самое-самое-самое светлое будущее. Случалось, эти государства держались несколько десятилетий и всегда переходили к одному и тому же, потому что человек не одинаков. Фанатики готовы умирать за идею, фанатики могут строить идею, фанатики могут вытягивать на своих плечах в одном и двух поколениях идею. Но мир-то состоит из фанатиков. Понимаете, большинство-то. А составлять большинство идти вслед за фанатиками это уже когда кислопрекрасненький. А если человека не заставлять, ему всегда удобнее вниз? Но рано или поздно у фанатиков рождаются дети. Илья Фрэмыч, а если воспитать, если система воспитания наладить, чтобы она воспитывается. Нас воспитывали. И Горбачева воспитывали, и Егора Гайдара воспитывали, меня воспитывали, не знаю, Миша Саакашвили воспитывали. Но почему-то в третьем поколении, в четвертом в редакции журналов «Коммунист» сидели Егоры Гайдары. И почему-то в комитетах комсомолов в третьем поколении были Миша Саакашвили. И почему-то в третьем поколении в семье Варгела рождается не слава и не честь, а позор. И это закон. И это, к сожалению, закон. Где? Понимаете? Где сегодня и что делают сегодня потомки Хрущевы? Что касается социализма, то чисто технически он станет возможен менее чем через десятилетия. Если совсем точно, вот там, кажется, где-то еще лежит сборник моих статей под названием «Чем социализм лучше капитализма?», где объясняется, какие именно ограничения накладывают современные информационные технологии на систему управления хозяйством, подсчитано, когда эти ограничения будут сняты развитием информационных технологий. И таким образом, не позднее конца 22-го года, возможно, на год-полтора раньше, социализм станет экономически выгоднее капитализма уже по всем показателям без исключения. Но в этом же сборнике в качестве приложения приведен список задач, которые предстоит решить до этого срока, чтобы иметь возможность, во-первых, безударно перейти к новому обществу, и, во-вторых, развивать его без того спектра проблем, которые мы наблюдали в прежнем социализме. В принципе, это задачи разрешимые, но пока неизвестно даже, кто оплатит соответствующую исследовательскую группу. Так что, я могу сказать, что теоретически мы имеем возможность перейти к социализму, но какие проблемы возникнут в нем, на сей раз я предсказать не берусь. могу только сказать, что это будут совершенно новые проблемы, которых мы себе сейчас даже представить не можем. Другое дело, что этот новый социализм будет во всех отношениях лучше и прежнего социализма, и нынешнего капитализма, но вот как он будет развиваться и как продержится, не знаю. Понятно, что какие-то проблемы будут. Что же касается того, может ли вообще человек долго жить, долго и счастливо жить при социализме, на уровне теоремы существования понятно, что может. То есть понятно, что это возможно, но совершенно неизвестно, как это обеспечить. Поэтому лично я попросил бы сейчас дальнейшее обсуждение проблем социализма на этом прервать, поскольку ясно, что на эту тему мы пока можем только спорить, не имея материала для обоснования своих мнений. у меня здесь наверное полукомментарий на комментарий полукомментарий Значит, когда об этом всем задумывался, то вот будучи когда-то научным атеистом, там спорят с бабушками и т.д. и т.п., в итоге аргументы жизни, приводимые прямо в лоб, понял так, что и союз помер не потому, что его победили военной силой, а потому, что его победили духу, подорвали. И само основополагание было ложное. Говорили все люди равны. во-первых, как известно, некоторые оказались равнее, а во-вторых, люди изначально были разными и рассчитывать на то, что среди них нет мерзавцев, что среди них не вырастет паразитов, было просто глупо. Вот. Поэтому надо понимать изначально, что люди есть разные. А вопрос в чем? Реплика. А это комментарий. Вот. И что если мы живем вот одним мясным, то это путь, вот как собственно по союзу можно судить, это путь исключительно к вырождению и будни. А если мы хотим строить что-либо и при этом в принципе вспоминаем вот сами понятия добра и зла, вот вы говорите светлое, да? Надо понять, что есть добро и что есть зло, что есть правда, что есть ложь. Для себя. Не другому объяснить, а для себя понять. Жизнь бы понять. Спасибо большое. Спасибо. Можно я еще скажу? Да, конечно. Вот в связи с вашим комментарием вспомнилась одна статья, не вошедшая в сборник, ну она буквально только что написана и пошла в октябрьский номер бизнес-журнала. Эта статья посвящена проблеме целеполагания для общества. Вот оказывается, что среди всего того спектра задач, которые предстоит решать в связи с наступающим социализмом, самая сложная задача это именно задача выработки цели, которую имеет смысл ставить перед обществом в целом. И эту задачу я рассматриваю в нескольких статьях, так вот самая свежая из них посвящена как раз тому, что происходит с обществом, когда перед ним ставят ошибочную цель. Когда Хрущев подменил цель, поставленную еще Марксом, творческое саморазвитие личности, целью создания материальных предпосылок для этого саморазвития, он тем самым загнал все наше общество в тупик. Потому что ставить, когда вы ставите целью удовлетворения материальных потребностей, целью общества, вы тем самым заявляете, что цель человека это сочинение все новых материальных потребностей. И таким образом поставленная цель становится заведомо недостижим. Так вот, опять же, на уровне теорем существования понятно, что мы можем выработать цель, достойную того, чтобы все общество к ней двигалось. Но как ее выработать, это, опять же, тема самостоятельных исследований и очень сложных. Социализм совместим с монахием. А вы знаете, над статьей, где исследуется вопрос, я сейчас понемногу работаю. К сожалению, именно понемногу. Конечный результат будет, дай бог, через пару месяцев, но пока я принципиальных препятствий не вижу. Если можно, пару слов про монархию. Очень часто возникает вопрос по поводу монархии как систему государственного устройства. И вот лично меня в этом вопросе смущает, серьезно смущает только одно. Не то, что монах может быть плохим или хорошим. Как писал Дреон, в череде избирательных форм значительно чаще проигрывает общество, нежели в череде смены генов. Тем больше, что в одном слуху. Неважно. У монархии, в моем понимании, сегодня есть эти дворики. Даже не недостаток вопроса. Монархия может быть реально, только абсолютной. Потому что монархия в ее сегодняшнем выражении является ширмочкой и арбитром интересов все тех же социальных групп. Они прикрываются традиционной монархией, а на самом деле те же самые тухлые гнилые элиты. Но на чем может базироваться абсолютная монархия? Она может базироваться либо традиционной, основанной на вере в некие высшие силы, которые выписали мандат данному конкретному государю. Но у нас общество не готово в это верить. Понимаете, общество скептическое. Либо на основании силы. Я правлю, я пришел. То есть монопартийский вариант в крайнем силуе. Но тут не подразумевается наследственность. Это уже скажем так божизненная диктатура. Монархия хороший, приемлемый вариант, но конституционное плохо. К абсолютной обществе не готово, потому что сами понимаете, так ведь и республика плохой вариант. Потому что вы же видите чего правда. И вот так вот мы по кругу приходим действительно к идее советской власти в каких-то нормальных новых, к идее джамахирии уже, извините, может быть в каких-то новых формах, которые надо разрабатывать. Безусловно, к идее сильного лидера, но лидер должен быть сильной, а не куклой, не пародией, не мыльным пузынем. В тяжелую минуту он должен сказать вот я, я никуда не уеду. И вместе с мальчиками как 32-я до конца. И вот тогда за таким лидером можно идти. А если лидер, как бы его не раздувая фишка, никто. А как такой лидер без идеологии. Лев Фраймович, вы описывали в 2011 происходящее событие в Ливийской Джамахереи. И у меня такой вопрос. Как есть ли параллели какие-то с происходящими событиями на Украине? Есть ли какая-то взаимосвязь или это совершенно разрозненная ситуация? Есть ли какие-то схемы во внешнем воздействии или управление? Ну, во внешнем воздействии по-моему и говорить не о чем. Все примерно это одна и даже схема которая пробовалась и раскручивалась на Ливии была опробирована на Сирии проверили в чем она в чем ее слабость сейчас ее отыгрывают на Украине если кто-то читал у меня цикл про петельки абсолютно уверен что вот эти вот маленькие такие вот язвочки раскиданы по России в разных углах на всякий случай если получится это все один долго раскручивавшийся сценарий начавшийся с бархатных революций потом улучшался дополнялся пробировался а пиночетовщина сюда не входит вот в этот ряд переворотов что именно пиночетовщина не 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 ну что пиночетовщина это был бы обычный латиноамериканская продуманция бета что-то типа грязной войны в Аргентии но пиночетов как бы он переломный обычно штаты ведь как делали это мехов они обычно в Латинской Америке просто если кто-то нарушал их права но их ушел против их интересов они ставили гориллу гориллы грызли друг друга гориллы обеспечивали их интересы пиночетов в чем принципиальная новость пиночета в дополнение к типичной латиноамериканской вот этой вот горилловщине к утилизму чикагских мальчиков это совсем другое на пиночете опробовали как можно подчинить страну подчинив ее экономику то что эмпирически сделали с Германией которое напоминает извините меня больше всего крестьянина на оброке ты не помнишь как фамилия этого супермиллиардера в 18 веке который давал миллионы за то чтобы его выпустили из крепостного игорь из крепостного короче хрестоматийная история вылетела смотрите ведь были оброчные крестьяне в России их отпускали они поднимали дело ну тогда их называли миллионщики у них было по 2 по 3 по 10 миллионов тогда миллион это солидно было и вот какой-то из них я не помню доли действительно мороз мороз кто-ли кто-то из морозовых кто-ли кто-то из Прохоровых притащил и давал миллион своему хозяину потом 2 потом 3 потом сказал хрен с ним останусь с одной фабрикой бери все это было 7 миллионов рублей царских рублей и хозяин сказал нет а хозяин его не мучил не обижал просто не отпускал нет ну почему же сказал он и хозяин ему сказал да я единственный в России у которого такой крепостной лепри но смотрите тут у нас я не знаю пришли ли люди которые специально занимаются политзаключенными мне почему-то казалось что этот вопрос что по Новороссии тоже будет интересно не только про мои книги вот смотрите вот смотрите я цвета дмитрий александрович на самом деле проблема политзаключенных она намного многогранна потому что в первую очередь потому что нам известно только небольшой части из них люди начали пропадать еще весной причем начали пропадать причем начали пропадать в первую очередь Непретровская область и я могу сказать точно и там есть рядом с Непром несколько турбаз достаточно комфортных в которых до сих пор люди живут такая достаточно комфортная тюрьма потому что у администрации текущей оккупационной администрации Непроветровской области есть такой принцип если не можешь договориться купи если не можешь купить тогда убей потому те люди которые были слишком упорны и в самом начале их просто посадили под замок некоторых купили ну и достаточно много людей сейчас находят Непроветровских после убитых не будем забывать о том сколько людей погибло в Харькове которые были убиты после событий еще и весенних событий наших активистов просто убивали около подъездов ножами также порядка 20 человек наших людей были найдены убитыми в Одессе после событий 2 мая тогда милиция отдала правосекам списки тех людей которые были задержаны и сейчас возникла такая ситуация что на Единой Украине стал очень популярен бизнес по продаже пленных потому сама проблема политзаключенных она стала переросла в сферу финансовых интересов временных оккупационных властей Украины мало того что наших людей даже сам вопрос простого человека который максимум у которого правильность по их мнению то что он раскрыл листовки или участвовал на ком-то митинге его меняют на 20 на 25 пленных нацгвардейцев вот такая вот высокая цена на наших людей и при этом достаточно часто они предлагают людей покупать минимум сейчас 20 тысяч долларов если человек хотя бы немножко медина засветился 40 тысяч долларов очень высокую цену они требовали за Ингу Авдееву я рад то что Инга освобождена к ней уже обращались представители СМИ но пока что она еще не готова общаться журналистами участвовать в телевизионных программах я надеюсь то что когда она немного придет в себя она сможет рассказать то что происходило тем более что с Ингой я знаком еще с весны она участвовала не в некоторых наших проектах достаточно отважная девочка и насколько я знаю она очень храбро себя вела за стенках одесского СБУ и что приятно то что многие люди которые выходят в принципе из украинского гестапо они все таки меняются многих ломают некоторые даже перевербовывают как бы эта страна не звучала насколько я знаю Инга абсолютно не изменилась осталась точно такой же а это великая сила ее духа спасибо последний вопрос я понял что есть шанс дожить до социализма у меня по крайней мере скажите о справедливости по 2 мая мы будем видеть будет трибунал справедливость по 2 мая мы безусловно будем видеть когда ополчение войдет в Одессу тех кто принимал активное участие на среднем и рядовом уровне вырежут в течение первых суток такая такой сон мне был и почему-то я считаю что этому сну можно верить что касается инициаторов раньше нет терять людей словно у меня никто не доверен неумелых людей кидать против всей этой махины не будет такого что касается инициаторов начиная с Турчинова заказчиков таких как Горвиц Турчинов Немировский их понимают их будут судить и повесить в это я абсолютно твердо верю на этом стоит в общем-то на этой вере я держусь но не про Петровск возможно лучше скажет Дмитрий Александрович а в Одессе на платанах будут висеть я в это верю про Петровск Продолжение следует...